всем привет в продолжении банкета хочу вам показать один ножичек очень интересный который сам для себя cell glasser создал то есть это был нож который он создавал для себя для походов в лес для использования в быту то есть это то что он хотел видеть потом это все трансформировалось и по итогу когда этот нож был сделан целый гластер высказался так что я здесь не экономил как бы ни на чем то есть были использованы самые топовые материалы по его мнению и была использована лучшая модель ножа тоже по его мнению то есть он сделал нож сам для себя в самых лучших материалах которые он на тот момент видел сейчас я вам покажу это нож 2008 года выпуска и это стрейч можно было бы его сравнить с моей любимой эндурой вот но не знаю как это правильно сделать потому что ну знаете какая ситуация это абсолютно два разных ножа то есть настолько разные характеристики у них что похоже наверно только сталь это стрейч на азии дипе 189 вот такой вот у него чего прекрасный вверху насечка как у ченуков 1 2 3 чинок от имели вот такую насечку то есть сейчас стрейч идет с мелкой вот такой насечкой как внизу раньше было вот так вот очень хороший чистый финиш клинка камера это не передает но это прям четко 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 такой светить шлифовка то есть это не полировка конечно но вот прям он очень четко пачкается видите буквально там касание пальцы остаются сведен нож 045 я намерил своим китайским штангеном вот на сто процентов я ему не доверяю ну так примерно какие-то десятки то могут различаться с реальностью ну 045 я намерил в любом месте то есть это прекрасный резак и имея длину 89 миллиметров лезвия самого лезвия 89 миллиметров рк здесь 81 ну то есть 8 сантиметров полезные кромки и 9 сантиметров клинка вот на таком клинке очень хорошо создается режущие усилия понимаете то есть можно взяться туда поближе допустим сюда пальцы положить условно и создать силовой какой-то рез вот куда-то глубоко там в какой-то картон или брусок ну то есть он прям как сказать нож создан под различные хваты в том числе для силовой работы он идет на раме нержавеющие лайнера так вот это все устроено все как обычно единственное что нержавеющие лайнера и карбон такой карбон кто-то его считает некрасивым вот но знаете я с карбоном особо дел не имел так скажем у меня были там накладки карбоновой от fly этот как там fly титаниум или что-то такое американская фирма были накладки карбоновая тарамиса ахмедова от нашего производителя накладочек чё еще то вот здесь у меня были карбон ну в общем то по карбона у меня опыта особо нету вот но вот так вот они выглядят то есть цепкость у него примерно на уровне g10 обычный то есть такая текстура знаете цепкая но не сильно дерет карман вот как-то так можно выразиться то есть абсолютная лояльность карману такой нож я носил на эдисе примерно недели две наверное у меня он это очень очень редкий нож вот этот он новый но такие у меня были пару раз еще во времена когда можно было в америке что-то купить я покупал вот и опыт его конкретного использования меня есть он очень 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 круто носится на кармане потому что он тонкий то есть вот смотрите вот такая вот толщина я бы мог конечно это все замерить там подготовиться но просто не хочу грузить вас цифрами то есть давайте я наверное просто его сейчас сравню в толщине с эндурой вот так вот это выглядит сравнение с эндурой уж при условии что эндуро далеко вообще не толстый нож есть мне память не изменяет тут 11 миллиметров по моему то есть здесь я не знаю 9 да наверное было бы конечно наверное интересно померить чисто физически ну давайте померю сейчас померю и вам скажу так в общем у меня получилось эндуро 10 и 9 но должно быть 111 да вот то есть погрешность штангена видимо моего либо от 10 и 9 а здесь 9 и 6 то есть разница между ними получается 13 миллиметров 13 это очень много конкретно для ношения это очень много просто это между ними пропасть вы понимаете да то есть эндуро тонкая классная очень удобно на кармане вот это вот это вообще просто незаметная это крепкий классный ты рогущий нож в толщине делики наверное вот так да сейчас добавлю тогда еще размер делики делика тоже есть можно померить делику ну давайте померим делику хорошо делика 9 и 6 9 и 6 делика то есть стрейч в толщине делики и соответственно на нержавеющих толстых лайнерах около миллиметра он очень прочный ну то есть вот просто с точки зрения с битости ножа он очень прочный прям вот как кирпич кусочек такой знаете кирпича руке ну знаю модельный ряд спайдерка мы понимаем да что сел не мог сделать какашку вот не зря он этот нож любил и вот этот вот нож он считал идеальным ножом для себя то есть вот он взял свою любимую модель и исполнил ее в супер материалах да то есть премиальный зиди пи 189 которую кстати на тот момент на складных ножах может быть вообще никто не использовал я не знаю ну или использовал но кто-то такой малоизвестный то есть напомню что нож 2008 года то есть вот выпуск 2008 год зиди пи твердость 64 где тут примерно должна быть ну то есть все по канонам по старинке по поводу веса учитывая что он на нержавеющих лайнерах весит он всего 110 грамм то есть это небольшой вес напоминаю что эндуро со спусками от обуха у нас весит 105 грамм то есть 105 против 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 110 рукой сейчас я вам скажу допустим могу я отличить 5 грамм нет я не могу отличить 5 грамм объективно ну нет 5 грамм не отличима 10 до уже отличим вот допустим вот это 105 против спусков от обуха 95 вот здесь отличима 95 и 110 прям вот разница то есть рука чувствует закрытыми глазами готов поспорить что отличу есть прям вот вес понимаете между вот этими разницы нету сейчас данный нож снят с производства очень жалко кстати вот есть похожая версия на g10 коричневая принципе если вам вот этот чем-то понравился то наверное стоит этот купить тот нож у меня был когда-то давно когда еще не снимал на youtube вот и чет я не помню чем там себя представляет толще он или тоньше ну так в общем то вот такой же вот на момент выхода свет 2008 году этот нож на официальном сайте стоил 260 долларов то есть если мы берем 260 долларов добавляем 20 долларов доставки в россию добавляем 7 процентов paypal а когда он работал на сегодняшний курс там 82 мы получаем цену примерно 25 тысяч рублей то есть это без накрутки магазина и так далее то есть это на официальном сайте вот 25 тысяч рублей на сейчас он должен был бы стоить в чистом вот выражение денежном по факту я думаю с учетом того что это лимитированная версия наверное в россии бы он лежал за 35 раз если была такая возможность жалко пользоваться но слава богу я из тех кто имел возможности удовольствие этим ножом пользоваться то есть еще раз повторю что у меня он был на иди си я им резал я им строгал я им был очень 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 доволен потом я перешел конкретно на эндуро и его пришлось продать просто с целью того чтобы купить какие-то себе эндурки то есть но в то время я собирал стали вот и продав этот стрейч как и все остальные модели и ножи которые у меня были я купил какие-то себе плюшки из эндур вот такая вот коробочка февраль 2008 года это я вы просто написал чтобы помнить в h в значение кто не знает первая буква означает месяц вторая буква означает год вот и беда то есть январь февраль аж соответственно 2008 то есть и у нас 2001 by 2002 и пошли дальше нарастающий аж у нас 2008 год вот кто не знает формат моих видео это формат живого общения то есть ну это все равно что мы бы сейчас с вами встретились просто поздоровались за руку и чуть-чуть пообщались то есть я не пишу никакие сценарии там не выделяю какие-то основные моменты которые надо сказать то есть мы пока до этого я как то видимо не дорос мне нравится наговаривать на камеру просто свои мысли вот потоком как они идут то есть вот что на данный момент есть в голове именно и вот я это как бы с вами этим делюсь давайте сейчас покажу поближе попробую так секунду вот такой карбончик такая рама спейсер темлячное отверстие нот карбон как g10 да выглядит и согласитесь но это карбон вот как-то на свете если поймать он так переливаться начинает вот металлический спейсер и насечка вот такая крупная насечка сейчас почему-то все мелкое делают что начну к четвертым мелкая что на встречах мелкая насечка видимо чем-то она как-то лучше людям заходит не знаю какие то есть же обстоятельства почему меняют те или иные ингредиенты при изготовлении ножа ладно давайте прощаться все что хотел сегодня показать показал все что хотел сегодня рассказать рассказал вот самое лучшее от вас благодарность есть кто-то все-таки благодарен это лайк и репост то есть кому-нибудь отправьте это видео и блин в принципе это все что вы можете для меня сделать на сейчас все всем спасибо пока